Книга «Открытым оком». Тема «Коммунизм». Том 22. Вопрос 3482. Третья книга Ездры. 9.22. Пусть погибнет множество, которое напрасно родилось, и сохранится ягода моя, и насаждение моё, которое я вырастил с большим трудом. Ленин. Пусть придётся 90% населения расстрелять, но остальных мы приведём к светлому будущему. Не кажется ли вам, что очень похоже? И в чём всё-таки разница? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Похоже. Но это всего лишь копия с божественного, с дьявольской начинкой. Есть такое изречение Иисуса Христа. Лука 11.23. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Большевики взяли его себе на вооружение. «Кто не с нами, тот против нас». Но изречение Христа не предполагает никакого насилия в этой жизни, а подводит результат состояния, в котором и будут судимы после смерти души противящихся. Когда ученики этот принцип «за нас» и «против нас» хотели употребить на практике, то Господь показал, что по отношению друг к другу всё выглядит совсем иначе. То есть, взаимоотношение Бога к людям и людей друг к другу не эквивалент. Лука 9.10. «Иисус сказал ему, не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». «Пусть погибнет» означает, что жалеть не нужно. Они сами избрали себе свою участь добровольно, и принцип свободы остался неповреждённым в них. И в конце они будут подводить итоги своего выбора. Христа вопрошали на эту тему. Лука 13.23.25. «Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал ему, «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и невозмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорите, «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы». Причислить себя к числу спасаемых – дело рук самих утопающих. Лука 14.24. «И восказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Кто из ушедших мог быть вхож ко мне, из тех, кого музеи приютили? Из этой дали прошлое видней, знакомство с кем к нам подтянуло бы гибель. Обременен немелочным знакомством, мы вместе в комнате одной едим и пьем. Не надоели бы занозистые гости, часами долгими беседуя вдвоем. «Пока о христианах говорим не о царях великих полководцах, а о властителях умов протертых брюк, давным-давно сотлевших на погосте. О чем бы с Достоевским говорил, влюбленного в монахов, в идиотов, Толстовская к чему теперь кадриль, Тургеневские дятеньки и тетки? Мне с Наценом успеть уединиться, пока его чахотка не сгубила. Кого небесное влекло, даруя пристань, В стихах которого библейское стабильно. Мой фанатизм и экстремизм Вписались в риторику, в софизмы демократов. В сравнении с моим Их не удержит зависть, они же проигрались многократно. Белинский, Чернышевский, Добролюбов При Герцене и Марксе в Блиц-Лакеях, Да мало ли безбожных недоумков, И может только дьявол их лютея, Мутили равенством и братством от масонов, И звали, где лежу, награбленная грабь. Их не смущали миллионов стоны И палачей лютевших повсеместно рать. Меня им не хватило даже на закуску, Но остов мой, и им не по зубам, Со мною Библия, я скрылся за Иисусом, Любой из перечисленных, вампир и каннибал. 24 июля 2007 год. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин.